Николай Матвеевич Якола – советский писатель, драматург, публицист, литературный критик, заслуженный работник культуры Карельской АССР. Биография – родился в многодетной семье крестьянина Карела в небольшой деревне. В 1912 году семья переезжает на родину отца, в Северную Карелию, в деревню Кивиярве. С детства был окружен атмосферой народной поэзии. Местные предания, пословицы и поговорки «родная природа», севернокарельский диалект впоследствии отразятся в творчестве писателя. Окончил начальную школу в 1920 году в Окноволокским волосным исполкомом был направлен в Петрозаводск на финские учительские курсы. В городе будущий писатель знакомится с известным карельским краеведом-энтузиастом Риста Богдановым, который прививает юноше любовь к фольклорным богатствам карельского народа. После окончания учительских курсов в 1922 году, работа учителем в деревнях Ухтинского уезда, секретарем отдела народного образования Ухтинского уезда, вошел в местный литературный кружок. В 1923 году Николай Яковл направлен в Ленинград на учебу в Коммунистический университет нацменьшинств Запада. Первый рассказ «Когда я впервые» приехал в Питер Опубликован в 1928 году в журнале «Пункантил» В 1930-х годах трудовая деятельность разносторонняя Работает журналистом-редактором молодежной газеты «Нуарик Арти» Секретарем партийного комитета Онежского завода Преподавателем философии в педагогическом институте Одновременно занимается литературным трудом Пишет очерки, рассказы, критические статьи Работает в области драматургии Принимает активное участие в подготовке к Первому съезду Союза писателей СССР Проходившему в 1934 году В 1937 году исключен из ВКП по обвинению в тесной связи с врагами народа Проведение националистической политики в институте Уволен из института Выселен из квартиры Работал слесарем на Онежском заводе В 1939 году начинается Советско-финская война Николай Матвеевич добровольцем ушел на фронт Служил переводчиком в стрелковой дивизии После окончания войны работал в госиздате Карелло-Финской АССР С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт В результате тяжелого ранения и обморожения в декабре 1941 года Попал в плен под Медвежьегорском и затем в концлагерь После освобождения из плена в январе 1946 года вернулся в Петрозаводск В 1947 году в журнале «Пуналипу» публикуется первая крупная работа «Повесть эра», посвященная судьбе карельской партизанки В том же году автор принят в члены Союза писателей СССР Народная жизнь северных карел революционного времени подвигает писателя на работу над его важнейшим произведением Эпическим романом «Пертежарвен» Рантамила, которая затянется на 20 лет Первая из четырех частей романа «На берегах Пертежарве» выходит отдельным изданием на финском языке в 1949 году Литературные критики отмечают строгую верность автора исторической правде в описании судеб карел и реальных событий Позже выходят остальные части романа «На берегах Пертежарве» и «В других краях на перекрестных волнах» По мотивам этого романа, в соавторстве заслуженным артистом Карелло-Финской АССР той Валанкинаном Эн. Икола создает пьесу «Корпихера», которая была поставлена на сцене финского драматического театра в Петрозаводске в декабре 1956 года После написания последней части «На ясной воды» Эн. Икола начинает перерабатывать все повествование, но не успевает из-за смерти в 1967 году «На ясной воды» публикуется в 1968 году Эн. Икола перевел на финский язык «Что делать» Н. Г. Чернышевского, Фому Гордеева, М. Горького и произведение Н. Бирюкова, В. Чехова Эн. Икола написал более 20 статей по вопросам литературы «Похороне на кладбище Пески» в Петрозаводске «Семья, жена, Хельга, дочь, Ирма, память» в Петрозаводске На доме, где жил и работал Эн. Икола установлена памятная доска Продолжение следует... Продолжение следует...